Век живи, век учись – жизненная кредо студентов института третьего возраста. Несмотря на золотые годы, внутренняя энергия и инициативность позволяют этим людям быть в центре городских мероприятий. Акции, проводимые сотрудниками МЧС, не исключение. Мы сюда приходим уже не первый раз. А МЧС – это такая организация, без которой в жизни ты не обойдешься. Учиться никогда не поздно. А человек, он сам кузнец своего счастья. Мы не первый раз уже участвуем. Мы в прошлый раз заняли место. Первое – нас наградили. И мы поддерживаем вообще такие мероприятия, а тем более то, что будет касаться жизнедеятельности и нашей, и окружающих. И безопасности. Все задания конкурса «Мутрость, опыт, безопасность» сотрудники Брестского областного управления МЧС разрабатывали с учетом возрастных особенностей участников. Главная цель соревновательного феста – напомнить, закрепить и, возможно, даже получить новые навыки, которые в дальнейшем помогут оставаться в безопасности. А также принимать быстрые и, самое главное, верные решения, если чрезвычайная ситуация все-таки произойдет. Эта акция направлена именно на предупреждение пожаров и гибель на них людей пожилого возраста, потому что они находятся постоянно под контролем и подниманием Министерства по чрезвычайной ситуации, потому что, к сожалению, довольно-таки большое количество пожаров именно связано с данной категорией граждан. И мы максимально пытаемся обучить, научить, как правильно действовать в случае возникновения пожара и как просто избежать возникновения пожара. Безусловно, практически вся информация, полученная участниками в рамках акции ввиду жизненного опыта, была хорошо знакома. Но есть и та, которую узнали впервые. В частности, инструктаж о работе пожарных извещателей вызвал повышенный интерес. У многих моих подруг есть такие приборы, но они висят на кухне, и у многих они отключены. Я спрашиваю, почему? Говорят, начинаем что-то жарить, задымление идет, и поэтому мы выключаем, чтобы не беспокоить. А сегодня я узнала, это было для меня единственное новое, что нужно вешать в спальне тех комнатах, где мы не жарим и не варим. Также в рамках акции все участники посетили образовательный центр безопасности МЧС. Здесь с помощью интерактивных приборов воссозданы чрезвычайные ситуации не только в квартире, но и в лифте, лесу, на реке и во время грозы. Полученные знания, как известно, не бывают лишними.